Самый важный вопрос, который интересует всех, это альтернатива российским энергоресурсам. Как говорят аналитики, эксперты, зеленые энергетики пока что недостаточно для того, чтобы охватить полностью все потребности Европейского Союза. Кто эти альтернативные поставщики и как сейчас настраиваются эти пути поставок? Ну если мы говорим сейчас о газе, ситуация примерно такая, что Европа потребляла около 40% российского газа для своих нужд, а сейчас около 9% уже, то есть это уже завершенный факт. 9% не является критическим вообще для Европы, то есть они могут принять жесткие меры, некоторые страны об этом говорили, сократить потребление и таким образом даже если не получится что-то альтернативно придумать, ну немножко потерпят. А в следующем году что-то придумают. Но в принципе они уже находят эти методы. Первое, в Нидерландах открылся терминал для сжиженного газа, для LPG газа, который будет поставляться в первую очередь сейчас для Чехии. Его объем около 8 миллиардов кубов в год, это всего лишь два корабля. Кстати о таких вещах мы говорили для Украины в прошлом году и раньше, что такие возможности могли бы быть. Понятно, что сейчас в связи с войной и угрозами в Черном море этого не стоит делать. Но в принципе Европа понимает, как это делается. Газ может поставляться, как мы уже говорили раньше с вами, из Саудовской Аравии, из Арабских Эмиратов, из Израиля, кстати, которая увеличивает добычу из Египта. И та же Норвегия, она тоже может увеличить. Касательно альтернативных источников энергии, то сейчас активно начинается программа так называемых энергопарков или энергоостровов. Это ветряные острова, которые будут строиться специально в Северном море. И также отдельные острова с солнечными электростанциями, не обязательно в Северном море, а в других регионах. Но в первую очередь ветряные парки, они могут покрывать нужды уже в ближайшее время около 50 миллионов людей. Это довольно-таки большая цифра. Я уверен, что с возможностями финансовыми Европы, и если надо будет, то они возьмут где-то еще кредиты, они сумеют быстро переключиться. Более того, мы наблюдаем сейчас за той же Австрией и Венгрией, которая имеет, скажем так, несколько полюсов понимания, как работать дальше с Россией, российским газом. Потому что премьер, например, Венгрия говорит одну историю, что надо дружить, надо больше наращивать. А с другой стороны, президент, она же есть президент Венгрии, она высказывается по-другому. Поэтому, возможно, в будущем политическое протистояние и отказ даже таких государств, которые соседствуют с Украиной. Ну и еще один момент, который хотелось бы сказать, он не касательно того, как Европа будет справляться, а о том, что почем покупается российский газ тем же Китаем, например. Они сейчас на потоке Сахалин-2 установили скидку для Китая 50%. То есть уже пытаются сбывать хоть как-то, у них уже проблемы большие со сбытом. А поэтому с Китаем заключено, независимо от объема, вот такая вот вещь. Они уже терпят большие потери в связи с этим. Теперь вот это сжигание, приветствую Юрий, это сжигание, которое каждодневное было на 10 миллионов долларов. Теперь Российская Федерация и Газпром понимают, что это не просто им выбыток, с этим нужно что-то делать. Вы сейчас рассказали о новом варианте, как налаживается работа Российской Федерации с Китаем. Об этом еще обязательно будем говорить в наших эфирах. Сейчас хочу вернуться к сегодняшнему дню, потому что сегодня день очень важный для Европы, для Европейского Союза, потому что министры энергетики сегодня в Брюсселе рассмотрят фактически предложения. Издание «Американская политика» очень серьезно проанализировало все варианты, которые будут рассматривать профильные министры. Ссылаются в издании именно на документы от Европейской комиссии. Мы не можем сегодня прогнозировать с вами, потому что вы уже озвучили, какие варианты могут быть предложены. Но мы не можем прогнозировать, какое будет соглашение в итоге. Но все-таки какие-то решительные действия мы сегодня сможем увидеть после этого заседания в Брюсселе. Скажите, пожалуйста, Путин постоянно продолжает все равно Европе угрожать фактически. То, что он сказал буквально тут на днях на форуме экономическом восточном. Мерзни-мерзни волочий хвост. И сказал, что ничего, то, что они в наших интересах, не будем больше. Ни газ, ни уголь, ничего. Ну, вот сколько такие манипуляции могут продолжаться? Мы же на самом деле видим, что Европа, понимая все угрозы, очень серьезно готовится к зимнему периоду. Конечно, они готовятся давно, причем они готовятся не первый год, потому что они понимали угрозы в связи с увеличением цены. Если вдруг что-то перестанет работать, какая-то газовая инфраструктура, они предупреждали своих граждан о том, что нужно делать для того, чтобы не замерзнуть. Ну, то, что доцент литературы Путин прекрасно владеет русскими народными сказками, это понятно, но дальше за этим стоит, честно говоря, мало. Да, они большой поставщик, но мы видим, сейчас сократили в четыре раза. И в течение полугода Европа собирается полностью отказаться от русского газа. Касательно того, что может быть сегодня принято, ну, в преддверии разговаривалось о том, что хотят установить лимит. Это 50 за газ, это 50 евро за мегаватт, или если в кубических метрах, то это 520 евро за тысячу кубических метров газа. То есть это ограничение позволит фактически в четыре раза снизить цену у Спотовой сейчас, которая на рынке существует. Она прыгла недавно, еще на 30%, упала до 2000, опять было около 3000, вы знаете, тоже наблюдали, думаю. Поэтому это ограничение может вступить в силу, и это отличная финансовая защита для тех стран, для тех регионов, которые еще не смогут полностью отказаться. И, в принципе, Россия, я думаю, что ничего с этим не сможет сделать. Я не думаю, что она будет ломать какие-то еще газовые трубопроводы. И причем в ситуации, когда вот то, что я вспоминал для Китая, они дали 50% скидки, я думаю, что они с легкостью пойдут на это, потому что вариантов просто нет. Европа зимой не замерзнет. Опять же, сейчас будем отсылаться к цифрам, а не к российской пропаганде, которая говорит совершенно обратное. Уровень запасов газа в хранилищах страны Европейского Союза превысил уже 75%. Об этом свидетельствуют последние данные. Это усредненный показатель. Например, абсолютно полностью свои подземные резервуары заполнила Португалия. Не будет проблем с отопительными сезонами в Польше. Стремительно приближаются к стопроцентному показателю Франция, Германия, Дания, Швеция и Бельгия. И лишь у Болгарии, Венгрии, Словакии и еще нескольких стран газовые хранилища заполнены меньше, чем на 80%. Сейчас информационную графику видите на своих экранах. Это я обращаюсь к нашим зрителям. Юрий, у меня вопрос к вам следующий. Продолжение вопроса, который уже начала Лейла задавать, касательно российской пропаганды. Сейчас они удвоили, это наша редакция фиксировала, они удвоили количество российских своих нарративов касательно того, что Европа замерзнет без российского газа. Но мы видим совершенно обратное. Говорит ли это о том, что Российскую Федерацию ожидает по факту крах и еще больший уровень недоверия к российскому, в том числе телевизору, учитывая то, что за последние полгода доверие к российскому телевизору снизилось, если я не ошибаюсь, до 30 или до 29%. Это минимум, такого не было. Говорит ли это о том, что близится уже крах Российской Федерации в целом по энергоресурсам? По энергоресурсам, думаю, что это не очень быстрая ситуация, но это все больше проявляется. Конечно же, если говорить абсолютно справедливо, есть часть людей, которые прям следят за новостями, анализируют это все. И да, возможно, их волнует то, как Россия исполняет свои обязательства, но есть определенная часть людей, которые не ориентируются в этом совсем или им неинтересно, в принципе, по виду деятельности. С точки зрения, если мы говорим, что все равно все строится в мире на доверии между большими компаниями, государствами и правительствами, то тут, конечно же, точка поставлена давно. Россия проиграла в этом плане дипломатически, экономически, политически абсолютно полностью, потому что все понимают, что, во-первых, они шантажируют, во-вторых, они терроризируют, а в-третьих, они буквально уничтожают инфраструктуру Украины, в принципе, даже имея партнерство с нами в транзите газа. То есть это абсолютно немыслимая, ненормальная ситуация. Поэтому в связи с этим и после блокирования всех финансовых возможностей доступа к рынкам, к биржам российских компаний, мы прекрасно понимаем, что стоимость акций этих компаний будет падать в дальнейшем все больше, больше и больше. Они не будут иметь очень долго доступа к любым международным финансам, поэтому, конечно же, они не будут никак развиваться. Вот те мелочи, возможности, которые они там еще используют на Сахалине или где-то еще с соседними государствами, с Беларуси, это то, что им осталось. А в будущем придется прикрыть производство, и, соответственно, мы будем иметь целую цепочку фактически банкротства предприятий, банкротства олигархов и еще больше ненависти к правительству Российской Федерации, от даже самих граждан, причем я не говорю сейчас о тех, кто занимается обычными делами и не олигарх, небольшой бизнесмен, а я говорю в первую очередь о бизнесменах. Это недовольство, оно нарастает. Недавно, кстати, как раз было высказано недоверие Путину в Петербурге, причем из его родного места, так сказать. Это уже говорит о каких-то сигналах на будущее, что изменения большие коснутся России очень сильно во всех сферах. Юрий, это немножечко другая все-таки аспект и тема, но я хочу с вами обсудить, несмотря на то, что вы там и член профильного комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального сектора хозяйства. Это же очень важно. Вот с того момента, когда изменилась риторика и западных лидеров, можем того же канцлера Германии вспомнить Шольца, да, он вот вышел и прямо сказал, обратился к жителям Германии, эта зима будет непростой, я даже скажу, что она будет сложной, она будет очень тяжелой, возможно, но мы выстоим, мы все сделаем возможное для того, чтобы пройти эту зиму достойно, а вот следующие годы, да, на самом деле, действительно, результаты работы, которые сейчас за короткий промежуток времени делает каждая европейская страна, они очень сильно сработают на благо той или иной страны через несколько лет, и это правда. Не только же газовые хранилища, каждая страна по-разному сейчас решает эти моменты, мы видим, что вот эта честная политика, на самом деле, она меняет и риторику, и отношения самих жителей. Евробарометр провел очень серьезное исследование по нескольким направлениям, и про экономические, и про евро даже спрашивали, и про отношения к войне Российской Федерации против Украины, но вот пункт, который наш, да, в нашем разрезе, это энергия, энергетическая безопасность, как изменилось отношение жителей европейских стран, я хочу озвучить, это очень важно на самом деле, так, уменьшить свою зависимость от российских источников энергии, 86% жителей Европейского Союза поддерживают это, 86%, это не просто большинство, это, ну, это практически, ну, скажу все, да, что также 86% считают, что хранилища газа в странах Европейского Союза следует еще быстрее заполнять, чтобы обеспечить бесперебойное газоснажение на протяжении всей зимы. 85% считают, что повышение энергоэффективности снизит зависимость Европейского Союза от производителей энергии за пределами Европейского Союза, и вот 83% выступают за то, чтобы государства-члены Европейского Союза совместно покупали энергию из других стран, добиваясь более низкой цены. То есть я к чему веду? Мы видим, что вот честная политика и честные высказывания европейских лидеров привели к тому, что и европейцы, понимая все трудности зимы, которая будет, но они готовы с ними бороться и готовы с ними прожить для того, чтобы в будущем быть абсолютно независимым в этом направлении. Хочу тоже, чтобы вы это проанализировали. Да, абсолютно, я с вами согласен. Фактически вы сейчас назвали несколько факторов. Извините, что так долго, но мне хотелось, чтобы это услышали. И хорошее исследование просто, евробарометры, это нужно видеть и слышать, да. Я согласен с вами. Сейчас мы фактически этим исследованием еще раз видим одно подтверждение, что война в Украине объединила не только Украину, но и Европу. Потому что европейцы, несмотря на отсутствие военных действий именно у них, а только у нас, они понимают, что нужно объединяться. Поэтому они говорят сейчас о совместных закупках. Поэтому мне серьезно еще раз вспомнили об энергоэффективности. Хотя меры по энергоэффективности во многих странах, во многих городах отдельных уже сильно обеспечены. У них даже есть лимиты, которые должны быть там по употреблению той или иной энергии, электрической или тепловой энергии в отдельных зданиях. Очень жесткие по сравнению, например, с Украиной. Это нас еще ждет в будущем. Но сейчас они понимают, что и этого недостаточно. Поэтому это высказывание очень правильно. Более того, для них независимость от энергоресурсов. Это в том числе нормальное планирование на будущее каких-то экономических процессов. Поэтому они хотят понимать, есть ли это возможно сделать, лучше это сделать. И опираться на стабильный фундамент какой-то. И от него отталкиваться, развиваясь дальше в экономическом плане. В свою очередь, санкции Запада стали причиной полного прекращения поставок и закрытия газопровода. Северный поток-1 между Германией и Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации, господин Песков. Он сообщил, что проблемы со снабжением газа будут сохраняться до тех пор, пока не будут сняты западные санкции. При этом Песков отрицает, что прекращение России и поставок Европы является политическим шагом. И, к слову, напомню, что 22 сентября, прошу прощения, в российском Газпроме заявили, что на станции Портовая произошла утечка масла. И до завершения ремонта газопровод будет полностью остановлен. При этом компания Siemens Energy, которая поставляет и обслуживает оборудование для трубопровода, не видит технических причин для остановки северного потока на неопределенный срок. И тут мы видим, как уже реагирует Российская Федерация, понимаем прекрасно, как все происходит на самом деле, и понимаем, что если Российская Федерация так радикально действует, значит, это уже говорит о том, что близится и убыток Российской Федерации. Я напомню, что Российская Федерация как раз наполняет свой бюджет за счет продажи газа, за счет его перекачивания в Европейский Союз. Но тут видим обратное, что альтернативные источники появляются, о которых мы говорили с вами в начале нашего разговора. Можете озвучить суммы приблизительные? Какие суммы теряет Российская Федерация? Начинает терять и будет терять. Ну, до войны это было несколько миллиардов долларов ежемесячно. И в зависимости от того, какой сезон, то есть это сезон наполнения хранилища или просто потребления, эти цифры могли еще и увеличиваться. Вы правильно сказали, что наполнение бюджета от газа и нефти – это больше 40%, 45% кажется, по-моему, эксперты оцены, вот это правильно. Поэтому они будут делать все для того, чтобы если объем газа уменьшался в поставках куда-то, то увеличивалась цена. Поэтому вот эти вещи с поломками – это их обычная практика. У нас были когда-то даже поломки газопровода, извините, нефтепровода «Дружба». Тоже это были такие нюансы, связанные с европейскими странами, и не первый раз они возникали. Поэтому это обычная практика. Действительно, они боятся то, что в будущем не будет возможности наполнять бюджет таким образом, поэтому манипулируют теми клиентами, которые еще у них остались. Но если мы видим, что реакция Российской Федерации на введенные санкции, Европейского Союза против РФ, это газовый шантаж, какой тогда будет реакция Российской Федерации после того, как она потеряет по факту покупателей? Они будут пытаться продавать где-то дальше. Они будут пытаться строить трубопроводы, соединения с Китаем. Они будут пытаться возить как-то это в Индию, которая, в принципе, не отказывается ни от газа, ни от нефти. Будут искать другие рынки сбыта. Может быть, даже в Африку будут пытаться, потому что они думают, что у них там есть еще большая дружественная поддержка. Но мне кажется, что африканские страны высказывают свою, скажем так, дружбу к России только потому, что еще не убедились, что дружить нужно с другими государствами, более демократическими. Ну и тем временем спикер главы Еврокомиссии Эрик Мамер уже заявил, что основка Северного потока свидетельствует о ненадежности российского Газпрому. Более того, его работа приостановлена под ложным предлогом. Это то, о чем мы с вами говорили. Давайте услышим сейчас прямую речь. Доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты. Эрик Мамер, спикер главы Еврокомиссии, в Твиттер. Россия работает на создании энергетического кризиса в Европе. Об этом ранее заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, Российская Федерация пытается давить на европейцев, чтобы те уступили европейские ценности в пользу призрачного снижения цен. Предлагаю тоже сейчас услышать, что говорил президент Украины Владимир Зеленский. После этого продолжим наше с вами общение в нашем эфире. Именно на это сейчас работает российское государство. Его должностные лица и компании, такие как Газпром, на создание кризисов и то, чтобы кризисы перешли в катастрофы. Прямо сейчас Россия сжигает вблизи с границей Финляндии газа минимум на 10 миллионов евро каждый день. Сжигается газ, который должен поступать немецким и другим европейским потребителям. Россия не может остановить его добычу, не хочет отправлять европейцам, потому что заинтересована в кризисе и нет других покупателей. Так что просто сжигает газ. Исходя из слов Владимира Зеленского, президента Украины, я правильно понимаю, что Российской Федерации более выгоднее сжигать газ просто в воздух, чем найти какие-то пути решения данной проблемы. Путь решения один, и он очевиден. Это перестать обстреливать Украину и полностью покинуть временно оккупированные территории Украины. Я имею в виду покинуть российским военным. Как понять здесь логику России? Хотя всем помним, что понять Россию умом очень сложно. Умом Россию не понять. Ну смотрите, есть два момента. Один из них технический. В принципе, вы не можете просто так остановить поток газа или нефти, поэтому нужно это куда-то девать. Если куда-то не поставляется, или куда-то идет, и вы там просто поставите, перекрутите вентиль, то просто давление может разрубить эту трубу. Поэтому нужно выбрасывать куда-то вверх, и они это сжигают. Так стартуют, в принципе, все вышки газодобычи, которые сначала куда-то сжигают, потом подключаются, а потом уже идут поставки, соответственно. Ну и тут еще и тот момент, который Россия всегда выпячивает вперед в отношениях, и чтобы показать что-то из себя всему миру, что мы можем себе это позволить. Мы не дадим тем, кто голодает, кто будет мерзнуть, мы будем лучше сжигать. Это некий такой жест, который говорит о пренебрежении, скажем так, даже нормальными человеческими отношениями, если там еще какая-то капля, конечно, осталась, в чем я абсолютно сомневаюсь в российском руководстве. Поэтому они будут это демонстрировать. Но в первую очередь для нас это говорит о том, что их понты понтами, конечно, но они сейчас терпят огромные убытки, сжигая, не поставляя этого. И то, что Европа, молодец, мобилизировалась и придумала все методы, как по-быстрому отказаться от российского газа. И еще у нас, я напомню, до конца года 4 месяца, а в принципе Европа планирует отказаться в течение полугода. Поэтому заполненные газохранилища сейчас уже на 80-90% в принципе помогут пройти большинство отопительного сезона. А остальное время, я думаю, что смогут перекрыть другие страны, которые сейчас наращивают газодобычу, нефтедобычу, если с этим тоже будут какие-то проблемы. Кстати, нефть немного снизилась в цене, потому что боятся продавцы о том, что снизится в принципе, увеличится точнее предложение, поэтому цены будут еще ниже. Вспомнила известную всем цитату из фильма «Так, не доставайся же ты никому». Третья... Не, ну понимаете, тут такая история, треть населения России живет в негазифицированных регионах, да, то есть туда мы внимания не обращаем. Ну я не про нас, а я образно, да. Они не смогут продать по 2000 долларов или 3000 долларов своим. Своим же, да. Ну тогда будем сжигать. И вот никому, ни себе, никому, и в то же время еще продолжают играть, манипулировать, и четко говорят «Снимите санкции, газопровод заработает». Тогда только заработает. Но дело в том, что так уже не будет. И про это пишет Блумберг, на самом деле. Даже если через год и через два, вот то, что ты, Олег, говорил, да, выведут войска, и закончится война. Но, на самом деле, санкций не бывает так, что точно такой возврат будет там за день. Это тоже процесс определенный. То есть санкции будут продолжать все равно оказывать влияние. Тут тоже об этом нужно говорить, не забывать. Я хочу отметить отдельно Европейский Союз, который консолидировался. Потому что даже сами аналитики, эксперты экономические, они по факту ошиблись, говоря о том, что Европейскому Союзу нужно будет минимум пять лет, чтобы перейти на альтернативные источники. А видим, по примеру, Германия, которая была из всех стран Европейского Союза наиболее зависима от российского газа. Там практически этот вопрос решен. Я, честно, не помню. Юрий, вы помните, сколько сейчас процентов потребность у Германии в российском газе? Я не помню в процентах, но там что-то колоссальные цифры. Я не назову сейчас. Чуть ли не до минимума, да. Но это тоже пример того, как сейчас Путину просто зажимают, простите меня, гайки. Да, они примерно в три раза снизили зависимость уже. Это, в принципе, логика очень простая. Европейцы и, в принципе, развитые страны, у которых есть деньги, большие бюджеты, они всегда думают наперед о том, где взять, если не будет в одном источнике. И для них, в принципе, это был вопрос нескольких переговоров в просьбе увеличить добычу газа у других стран. Договоры есть, поставки, логистические цепочки придумали, поэтому быстро заменили. А вот тот расчет экспертов на пять лет на альтернативные источники, это неправильная ситуация, потому что они думали только о построении чего-то нового, которое заменит для производства. Они не думали о присутствующих запасных источниках, о которых, возможно, даже и не знали.